Ну что ж, друзья, всех приветствую! Сегодня, как вы уже поняли, будет обзор на Xiaomi Black Shark 2 Pro. И забегая вперед, я могу сказать одно, что это зверски мощный девайс с топовым процессором Snapdragon 855+, с топовой камерой, системой жидкостного охлаждения и еще много чего я могу про данный девайс говорить. Заинтриговало? Так давай смотри обзор дальше и, дружок, если ты не подписан на мой канал, скорее подписывайся, мне будет безумно приятно. Также, если вы фанатик игры PUBG Mobile, то канал One Games именно для вас. Здесь вы найдете коротенькие, увлекательные видеоролики с геймплеем по данной игре. И, естественно, это все будет сопровождаться еще четенькой музыкой. Ссылочка на данный канал в описании. Давайте поддержим парнишку. А теперь уже, думаю, можно приступать непосредственно к самому обзорчику. Ну что ж, давайте поговорим о дизайне. Задняя панель Xiaomi Black Shark 2 Pro изготовлена из алюминия и стекла. В отличие от всех смартфонов, которые вы сейчас можете встретить на рынке, игровой смартфон Xiaomi имеет текстурированную заднюю панель. И это абсолютно точно дает понять, что в руках необычный телефон. Основная камера двойная, с разрешением 48 плюс 13 мегапикселей. Из дополнительных элементов дизайна также имеются светодиодные подсветки. То есть это полосы на боковых граниках, которые подсвечивают корпус во время зарядки сообщений и во время игрового процесса. Вот вы спросите, так Антон, как он в повседневной жизни? Тел-то игровой, во всех приложениях он летает. Ни разу он у меня не лаганул во время моей эксплуатации. Также во время игры в папку девайс еле тепленький. То есть нет такого, что можно на данном девайсе жарить блинчики, допустим, как на айфоне. Айфоны очень сильно нагреваются. Камера тут крутая, но, к сожалению, здесь нет широкогольного объектива, и это немножечко печально. Что касается технических характеристик, то классификация Xiaomi BlackShare 2 Pro подразумевает на собой наличие всех самых мощных и новейших технологий. И так оно и есть. Здесь чипсы Snapdragon 855+, дисплей Amalys с диагональю 6,39 дюйма и Full HD+, разрешением. Аккумулятор с емкостью 4000 мА и поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 бат. Также имеется гибридная система охлаждения. И от 6 до 12 гигабайт оперативной памяти, и от 128 до 256 гигабайт встроенного хранилища. Ну что ж, вот и мой обзор подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Влепите в свой драгоценный лайкусик. Подпишитесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. И всем отличное настроение. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok